Доброе утро всем и доброе утро Елене Александровне Савинич, моей духовной дочке, моей ученице, смелому человеку, которая доказала и убедила руководство, что производство практики надо пройти именно у железного фермера, а не в одном из научных садов. Вот. И теперь она... Давай я к тебе буду обращаться. Теперь, дочка, ты у нас аспирант, у тебя прекрасное будущее. Вот. Я очень переживаю, что станешь ли ты своим потенциалом, очень научным потенциалом, своими мозгами. Вот. С твоей... Ну, как это можно назвать так? Когда внешность располагается к общению. С твоей харизмой. Вот. Чтобы ты смогла добиться успеха. Нет, не для себя. Ты нигде бы никогда не пропала. У тебя золотые руки. В твоих руках расцветают саженцы. Вот. Ты можешь просто работать в саду и зарабатывать деньги и все. Но от тебя может быть польза быть в данном случае, если не всей стране, то Красноярскому краю. Я сейчас, дочка, начну издалека, чтобы подвести к главному. Первые, имели право на менторский тон. Имели право что-то предлагать, чему-то учить. Вот. Я здесь 40 лет. Я норильчанин. Когда я сюда попал за несколько лет и убедился, что что-то все неладно. Все не так. Так. Вот. В начале полное очарование. Извини, что издаля начал. Рынок. 500-граммовые алматинские аппорты лежат. Плоды абрикосов 20, 30 и даже 50 грамм. Прекрасные, невероятные. Причем никто не пользовался ядохимикатами, что интересно. И никто не пользовался ничем. Ну, может, кроме перегноя, воды с неба или с этого, с колодца. Вот. Все это было настолько, я был очарован. Я познакомился с самим Бородичем. А вот, выдающимся садоводом. Подружился. Я познакомился, подружился с самим Великим Боднером. Я его называю Великим. Вот. Я вошел в эту большую плеяду дачников. И, казалось бы, что мне надо? Инженерно-соянском алюминиевом. Прекрасная дача. Сад ломится от фруктов. Все это за несколько лет буквально. Хотя начинал, как сейчас, картошки. Привычка сработала. Вот. Здесь первые 10 соток в моей жизни. И 10 соток картошки. Потом хватаю за голову. Вот. Было много... Нет, не обмана. Было много... Недопониманий. Вот. Купите у меня черешню. А я с Украины родом. Черешню. Покупаю 4 саженца. Но несколько лет потеряну эту черешню. Оказалось, китлючая вишня. А почему черешня? А вся Сибирь, благодаря трогашам, называла вишню черешней. Как тут не купиться? Примеров у меня таких десятки. Вот. Феномен разрастался. И где-то 20 лет назад, 25, достиг своего пика. Вот. Дошло до того... А я наблюдательный. Еще раз. Поверьте человеку, который имеет звание лучший изобретатель и рационализатор города Норильского. Уж поверьте, такие звания просто так не дают. Да еще в гидрометаллургии. Вот. Которые больше похожи на колдовство и так далее. Вот. Ведро картошки стоит рядом. И ведро абрикос стоит рядом. Вот. И то 200 рублей стоит, и то 200 рублей стоит. Немыслимо. Это... Урожай. Все было великолепно. Вот. И тут это... Случилось страшное. Это я к сегодняшнему дню подхожу. Случилось страшное. Средства массовой информации научили. Я не буду подробно. Вы знаете меня. И ты меня знаешь, дочка. Научили уничтожать деревья. Процесс пошел так стремительно, что сады начали уменьшаться в размерах. Параллельно уходили из жизни или уходили из... Учитывая преклонный возраст садоводы из садов. Вот. Саженцы выращивали. Деградировали плодопитомники, которые выращивали хорошие саженцы. Пусть не роскошь. Вот. Скромные яблоньи. Вот. И полусъедобные груши. Вот. Скромные сливы. Скромные-скромные. Вот. Абрикосы это всегда была наша ипостась. Садоводов-любителей. Тут наука от нас отстала. И до сих пор не пытаются нас догнать. Вот. Вот это было. Весь феномен. Мы обязаны в какой-то степени субботинскому ГСУ. Вот. Я горжусь тем, что я дружу с самой Байковой Галины Николаевны. Автор одного из сортов. А может уже не одного. Вот. Вот. Которая поставляла нам саженцы. Саяногорцам. Вот. К Красноярскому краю. В основном это были садоводы-любители. Вот. Сейчас я жду, когда ко мне подъедет. Или звонка хотя бы пока. От руководителя нового ботанического сада. Прекрасного кусочка рая. Возле Саяногорска. В поселке Майна. Вот. О чем мы будем говорить. О том, о чем я сейчас говорю. Вот. А пока у меня свободное время. Я продолжаю эту тему. Постепенно, по помощь советов из средств массовой информации, была уничтожена большая часть деревьев. А новым взяться было некуда. Все меньше местных производили. Самые лучшие садоводы-опытники, которые прекрасно саженцы выращивали, уходили. Вот. И рынок заполонили южные. По принципу тысячу посадили тысячу мертвых. Такие страшные дела. Вот. Все это, я для чего говорю, дочка. Дело в том, что я не начинал бы этот разговор, тем более, по щенову ничего не сказал. Вот. Подводить черту. И момент разочарования. В стране не нужна ни новая технология, которая бережно относится к деревьям. И не калечит их, а наоборот. Позволяет им расти десятки лет. И плодоносить, и давать деревьям уже не по десять. Если за все годы, то сотни ведер плодов. Если за все годы. Все это так. Вот. И какой-то момент, когда хорошо бы передать в руки. Питомник передал в руки сына Сергея Железова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!